Бескрайняя водная гладь, крикечаек и плеск волн на ветру. Характерное описание приморского города каждой весной можно примерить к Рязани. АК выходит из берегов, заливая близлежащие территории и создавая неповторимые пейзажи. АК относится к крупным рекам. Ее бассейн достаточно велик. Общая его площадь составляет 245 тысяч квадратных километров. Это больше, чем площадь Белоруссии. И немного меньше, чем, к примеру, площадь Федеративной Республики Германии. Половодье в настоящее время можно считать довольно редким явлением. Люди держат под контролем и регулируют водоток практически всех крупных рек. АК уникальна тем, что она одна из немногих в центральной части страны рек, где все процессы естественны. Вообще АК относится к рекам с водным режимом, приближенным к естественным. То есть, она, в отличие от Волги, скажем, не зарегулирована большим количеством плотин. На Волге, на Каме, вообще в корне изменяют водный режим данных рек. И вот эта малая зарегулированность, она приводит к тому, что у нас до сих пор еще на Оке сохранился более-менее естественный ход гидрографа. Столько внимания к большой весенней воде еще и потому, что привычные пейзажи средней полосы на несколько дней меняются неповторимо. Лучше остальных увидеть волшебство весенней Оки удается пилотам аэростатов. Вот уже более 10 лет легенды воздухоплавания пишут в фотографиях историю Рязанского моря. Такое имя закрепилось за половодьем с легкой подачи Льва Борисовича Маврина. На севере, на востоке и чуть-чуть на юго-западе нашего города это сплошное море воды. А, соответственно, утренние мягкие красно-желтые краски солнца подсвечивают это все. Ну, получается просто фантастическая картина, которую словами описать невозможно. А вы видели, как планета Земля акварелью талой воды рисует весенние картины? Поэтичное название совместного проекта рязанских воздухоплавателей и фотографов метафорично и емко говорит о красоте удивительного явления наблюдать, которое посчастливилось жителям бассейна Оки. С упоением Лев Борисович говорит о 2018-м. Тогда высота половодья составила 6 метров 48 сантиметров. В тот год и получилась эта уникальная фотография. К сожалению, такая вода в последние годы – редкость. За последние 10 лет у нас участились, мы сейчас как раз проводим большой анализ, с чем это связано. Участились вот такие вот годы с невыраженной весенней многоводной фазой. Вода поднимается, но не сильно. А может и вообще практически не подниматься, как это было в 2019 году, когда практически река никак не прореагировала на весеннее снеготайне. Каким будет половодье, зависит от совокупности множества факторов. Вычислить и спрогнозировать это можно. Несколько факторов, формирующих высоту половодья – это снегозапас, который накопился у нас за зиму. Это состояние подстилающей поверхности, которое сформировалось на конец осени. То есть, насколько земля была сухая и насколько быстро она промерзла. То есть, величина промерзания тоже играет. Ну и самый главный фактор, который – это все-таки дружность половодья. То есть, это насколько быстро снег растает и насколько активно это будет все дотекать в русловую сеть. В этом году пик половодья в районе Рязани наблюдался 15 апреля. Он составил 450 сантиметров от нуля графика гидрологического поста. Уже на следующий день, 16 апреля, уровень снизился на сантиметр. И с тех пор вода убывает. Поймать пик половодья сумели те, кто неустанно фиксирует самые красивые моменты в истории родного края. Я очень долго ждал, когда у нас все-таки наступит нормальная, хорошая половодья, чтобы мы могли запечатлеть, наверное, всю вот эту красоту, которую мы видим только с земли. Поэтому была задача снять это с воздуха, преподнести это, скажем так, таким образом, как не какое-то бедствие, а как какую-то красоту, которая действительно для Рязани является уникальной, потому что такого больше я нигде еще пока не видел. Запустить беспилотник из корзины аэростата – задача не из простых. Для такой съемки требуется колоссальный опыт пилотирования. Мало того, что движется камера, в движении находится и воздушный шар, из которого оператор управляет съемкой. Ловить квадрокоптер приходится прямо на лету. Но то, что получилось у Олега, согласитесь, стоило риска. Субтитры создавал DimaTorzok Помимо того, что здесь у нас красивые виды, то, что у нас была хорошая, я назову так, хорошая вода, мы еще, вдобавок ко всему, смогли в половоде видеть много красивого света. И вот это, конечно, преобразило достаточно здорово, преобразило, я думаю, и Рязань в общем, и в целом, и какие-то отдельные участки, и какие-то отдельные населенные пункты, может быть, там, вот. Но, тем не менее, я постарался максимально, наверное, красочно все это показать и показать именно с точки зрения положительной, да, то есть с точки зрения того, что это уникальная вещь, которую действительно, ну, наверное, ближайшим где-то в ЦФО мы больше не увидим. Последнее большое половодие отмечено в 2018 году. Уровень по Рязани составил тогда 486 сантиметров, что на 36 сантиметров выше, чем в нынешнем году. В не таком далеком 2013 уровень половодия составлял 619 сантиметров. О половодиях 90-х тоже остается вспоминать. Видео 1994 года из личного архива фиксировало бескрайнюю водную гладь в районе Шумыши. Максимум за последние 50 лет наблюдался в 1970 году, когда уровень поднялся до 7 метров 40 сантиметров. Такую воду вспомнят немногие. Нет, вот я хожу каждый день, хожу до реки, вода куда-то исчезла. Были разливы, которые до сюда доходили? Помню. Как давно это было и насколько сильные были валюты? Это давно уже было. Ну, когда последний разлив, сейчас не вспомните? Лет 10, наверное. Я там вон живу, прям в подвал подходила. Вот тут на лодках ездили. Не давно уже. Нет, ну, когда я был маленький, были разливы даже до торгового городка, весь торговый город разливало. Мы там еще на плотах плавали. И хотя половодье в нынешнем году считается не самым высоким, стихия превратила в острова некоторые населенные пункты, а известный ресторан на корабле у пристани в этом году и вовсе пошел на дно. В памяти Рязанское море 2021 останется таким. Марина Романюк, Михаил Лазуткин, Олег Буцкий, телекомпания «Город».